Доктор медицинских наук Главный инфекционист Министерства здравоохранения Мукея Васильевич Антокторовна Исполнительная директор Ассоциации групп семейных врачей и семейных медицинских врачей Кыргызстана Заслуженный врач Республики Сорамбаева Надирова Расбековна Ведущий научный сотрудник Республиканского центра инфекционного контроля И самый первый вопрос На данный момент в Кыргызстане более полторы тысячи уже выявлено Как заражаются наши пациенты Почему эта пандемия все-таки затронула Кыргызстан И что нам ждать в будущем? Ну, не мы одни в этом мире Где идет эпидемия коронавирусной инфекции И, может быть, благодаря ранее принятой карантину Может быть, у нас ситуация немножко лучше, чем у наших соседей У которых все-таки заболеваемость выше Но, тем не менее, нас немножко всех беспокоит сидящих Та картина, которая складывается последние несколько дней За счет наших граждан, которые приехали из разных стран И которые, к сожалению, увеличивают число инфицированных больных Мы вроде немножко успокоились, считали, что преодолели пик И как-то ожидали лучшей динамики Но, к сожалению, жизнь диктует свое И все наши граждане, которые приезжают из разных концов света В частности, с России, с Египта, из других стран, с Петербурга Они немножко, так сказать, испортили то ощущение радости Что у нас идет все на снижение Почему? Потому что вы все знаете, что количество больных Последние дни существенно выросло И если мы в апреле всего один день имели 78 выявленных больных То вот несколько дней у нас цифры выявленных больных держатся Но это, наверное, способствует то, что немножко ослабли условия карантина С одной стороны Первая, я сказала, причина все-таки Несколько за счет инфицированных от внутреннего контакта Внутри страны показатели растут А за счет приезжих, которые делают картину И второе, за счет ослабления, значит, мер карантина Снятие, наверное, комендантского часа И я думаю, что тут тоже сыграло Особенно в Народинской области Значение то, что все-таки Вот наибольшая часто распространенность Коронавирусов инфекций среди населения Наверное, было связано, что все-таки Крыгызый народ непослушный Как китайцы, или корейцы, или другая нация И соблюдали меры личного Личной гигиены карантина не совсем хорошо И, насколько я знаю, мои родственники живут в Нарыне Они говорят, мы, как всегда, ходили на ОЗАЧХАН В эти дни ОРОЗО И это, наверное, сыграло тоже такую роль Ну, а то, что очагами явились именно лечебные учреждения Это тоже настораживает И, наверное, говорит о том, что там был какой-то сбой В логистике Выявление, наблюдение, ведение за этими больными Я других причин не вижу, кроме вот тех, которые я перечислила Я хотел бы подчеркнуть, что прежде всего Наши, наверное, телезрители должны знать Что это ВОЗ определяет этот вирус как чрезвычайно опасный То есть, надо это признать, что это опасный вирус Второе, что источником передачи является человек То есть, хозяин, где вирус поселился И этот человек, он является источником инфекции Поэтому, почему у нас вот сейчас увеличивается количество больных Это только потому, что не соблюдаются правила личной гигиены Не соблюдаются рекомендации по социальному дистанцированию Как только вот режим послабления сделали Все на улицу все люди вышли и общаются Уже как будто нету коронавируса Даже можно видеть, как люди как раньше обнимаются при встречах То есть, получается, мы сами виноваты в том, что вирус распространяется Поэтому, вот, еще очень важно знать, что это тяжелый вирус Он, по сравнению с другими вирусами, он более такой тяжелый Он оседает быстро на поверхности Поэтому, вот, две пути передачи, о которых люди должны все знать Это аэрозольный, воздушно-капельный, то есть, да, и контактный Поэтому, вот, руки надо, теперь уже надо, на долгие времена, наверное, нужно научиться Не то, что научиться, это должно стать нормой мыть руки вообще Если даже не дези-раствором, это просто мыльным раствором мыть руки Очень часто это должно стать теперь уже новой традицией в каждой семье, у каждого человека И, ну, все-таки, вот, меньше должно быть скучности Меньше, наверное, мероприятий проводить нужно Даже не, наверное, а точно Нужно уже как-то вот наши все события отмечать в узком кругу людей, наверное Уже не нужно собираться Потому что этот вирус теперь не покинет человечество Он теперь уже все останется, теперь уже останется навсегда И ждать, что он от этого вируса, ну, что он изменит свойства свои И станет менее таким патогеном, менее агрессивным, наверное, не следует этого ждать Если он будет меняться, то только, скорее всего, в сторону усиления своих вот таких опасных качеств Понятно Айнур Зарубековна, вот Талант Маратбекович чуть-чуть затронул пути передачи Можете более расширенно рассказать нам пути передачи? Как может человек заболеть, как она передается и чего нужно избегать? Да, я как раз хотела тоже уже немножечко добавить информацию Во-первых, речь идет о вирусной инфекции Это вирус, это понятно, да, что это микроорганизм, который может жить и развиваться только в человеческом организме Поэтому вот о путях передачи, по-моему, уже начиная с февраля месяца Постоянно в средствах массовой информации все время об этом говорили, да Вот на разных уровнях разные специалисты То есть я думаю, что население уже само прекрасно знает Но вся проблема в том, что вот сейчас коллеги затронули о том, что наша там беспечность Это все, конечно, есть, но в самом начале, когда была объявлена чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение Да, вот это все способствовало тому, что наше население все-таки тоже были в ожидании Поскольку это новая инфекция, новое заболевание Что, как оно будет развиваться у нас Потому что мы знали до этого опыт Китая, знали опыт Италии, европейских стран То есть мы были все в ожидании Но когда стали говорить о том, что многие пациенты, выписываясь, говорили, что у меня не было коронавируса Меня не лечили То есть это говорит о том, что мы даже на своем опыте в течение более двух месяцев наблюдали пациентов Вы видели, что где-то 69-70% пациентов переносят в бессимптомной легкой форме И в основном это молодые люди, ну где-то возраст до 30-35 лет И поэтому вот и складывается такое впечатление, что вируса нет Либо оно вообще протекает как бы без каких-либо симптомов И оно не представляет никакой опасности Но вся опасность в том, что люди старшего возраста, пожилого возраста У которых много других хронических заболеваний У них протекает очень тяжело И мы знаем, что на сегодняшний день у нас 16 летальных исходов Именно среди лиц, у которых тяжелые сопутствующие заболевания были Ну и о путях передачи Талант Маратбекович очень подробно сказал Это вот воздушно-капельный и контактный Вот то, что Исуим Жанна докторовна сказала, что собирались, там ОЗАЧАР делали Дистанция менее двух метров, это конечно опасно Потому что вирус очень легко распространяется от человека к человеку Поэтому и в мире ВОЗ объявила пандемию о том, что этот вирус очень быстро распространялся И на сегодняшний день более чем в 200 странах В смысле коронавирусная инфекция COVID-19 зарегистрирована Мы это все с вами знаем Как уже сказали, мы этот коронавирус начали готовиться к коронавирусу уже в декабре месяце Какие-то были созданы штабы, какие-то мероприятия были Но все равно люди, как показала практика, не были готовы Мы начали работать конкретно с января месяца Да, штаб уже начал работать с конца января месяца Мы эпидемиологи, то есть начали разрабатывать уже многие стандарты Как вы все знаете, это новая инфекция коронавирус То есть никто еще не знает, как он будет реагировать, как он себя поведет, какое будет лечение Как будут на него реагировать пациенты Поэтому мы все усилия на нее направили, как эпидемиологи То есть вы сами знаете, то есть первое время То есть это профилактические мероприятия Разрабатывали очень много профилактических мероприятий Почему? Потому что мы не знали То есть знали о путях передачи, механизмах Но тем не менее, то есть посмотрев на Китай То есть там были очень жесткие меры, да Направлены на профилактику То есть начиная со средств индивидуальной защиты Другие государства, в том числе и мы То есть мы тоже начали эти все меры Как бы готовить, закупать, приобретать Но тем не менее Мы везде это все слышим, что мы двигались, мы делали А результат-то совсем другой выходит Почему? Ну, мы говорили о том, что готова ли наша страна была К встрече с эпидемией коронавируса в нашей стране Да, с января, с конца января готовились Готовили, где какие посты будут стоять Вот, какие врачи будут эти посты сопровождать Готовили места для инфицированных больных Освобождали плановых, от плановых госпитализаций Выписывали домой Но при этом мы немножко забыли о том, чем все-таки советская система здравоохранения Занималась в образовательных учреждениях и в лечебных учреждениях Где были всегда запасы вот этих спецкостюмов Спецлекарств не менее чем на 3 месяца Спецодежды и других средств Всегда было НСД, это был закон Почему эпидемиологи? Потому что в самом начале на себя атаку взяли наши врачи-эпидемиологи Вместе с вашими семейными врачами То есть они, да, выходили, выявляли, то есть ходили на очаги То есть первым делом у нас был направлен, да, то есть вся система на выявление Мы должны были выявлять Конечно, да, пострадала, почему в первую очередь эта система То есть из-за того, что, да, действительно не было средств индивидуальной защиты То есть если они были, то они были ограничены И во-вторых, то есть та система пострадала То есть не знали, как одевать и где одевать, что одевать Я бы вот это хотела подчеркнуть Ведь любая эпидемия подразумевает соблюдение особых правил Но у нас оказалось, когда даже уже получили средства индивидуальной защиты Получилось, что медики не умеют их одевать правильно и снимать Но это значит, что надо учить Априори надо учить это на додипломном уровне студентов На последипломном уровне и проводить серьезные учения Чтобы вот этот процесс одевания, снятия Она автоматически закрепилась Потому что в течение последних 30 лет таких учений вообще в образовательных не было Здесь же прозвучало, что с января месяц уже писалось, все организовывалось Значит, эпидемиологи должны были уже подготовлены быть Одеваться, раздеваться Ведь остальное уже, скажем так, медики Скажем так, мы стационары Процессы, когда уже началась эпидемия, все пошли, все районы уже зараженные были Вот тогда только начали обучение к ГМПК Как одевать, как раздеваться, вот это все А ведь первичное звено В январе уже должны были обучаться и одеваться Так в том-то и дело, что не было ни обучения Мне кажется, даже в январе такая работа должна была проводиться на постоянной основе На постоянной системной основе Неужели этого не делалось? Скорее всего, делалось Не делалось Возможно, здесь вина местного директора, местного руководителя Который, возможно, не доглядел и не предал данной проблеме Да, я хотел бы, коллеги, немножко в другом направлении комментарий сделать по фактам Ну вот, прежде всего, мы все должны знать, что это, еще раз хочу подчеркнуть Об этом все говорят, высоко контагиозный вирус То есть вот даже когда одевают средства индивидуальной защиты, люди заболевают То есть вот есть, видимо, вещи, которых мы не знаем Каким образом все-таки происходит заражение Второй момент, на который я хотел обратить внимание Все-таки количество больных, заболевших у нас в Кыргызстане не очень высокое То есть вот даже по сравнению с соседними странами, центрально-азиатскими У нас количество больных не очень высокое То есть вот я, ну и вот количество умерших невысокое Все, я к чему это, что все-таки большая работа была проведена, подготовительная Конечно, недочеты были И, наверное, очень важно, вот сейчас многие же говорят об уроках Анализ ситуации То есть вот на будущее, наверное, очень важно сейчас Сейчас, наверное, четко вот определить Вот на каком этапе, где вот произошел сбой Где были проблемы Что вот, например, медики начали болеть Вот, наверное, вот сейчас фокус надо делать на то, что вот Почему так получилось, что медработники Даже уже когда вроде бы все организовали Когда уже все было достаточно Вот когда уже все было, СИЗы были, все были обучены А все равно же сейчас даже вот вспышки идут Вот ваше 35 человек Это опять же вот, опять же, это вот вопрос Контагиозность этого вируса Второе, опять же, вот вопрос Все-таки, наверное, вот такое, знаете Санитарно-гигиенические нормы Они как соблюдаются вообще Насколько вообще соблюдаются или нет И вот вопрос все-таки противоэпидемических мероприятий Мне кажется, вот, чтобы в будущем, например Чтобы в будущем, вот вторая волна, я не знаю Потом дальше как будет Мне кажется, основной упор надо делать Вот на противоэпидемиологические мероприятия То есть, ну, это как инфекционный контроль, да Санитарно-гигиенические мероприятия Если вот эти два вопроса будут решены Тогда, я думаю, что у нас не будет распространения Мы остановим, сможем вот контролировать распространение инфекции Ну, должны решать в срочном порядке Это подготовка кадров должна быть И я хотел бы свое личное мнение высказать Я уже говорил об этом Вот сейчас у нас вот действительно врачей не хватает Вот инфекционная больница сейчас будет закрыта И потом будет очень большая проблема Уже нужно будет набирать врачей из разных профильных специальностей И кардиологи пойдут, и неврологи, и даже хирурги пойдут сейчас Вот поэтому, я думаю, сейчас в срочном порядке нужно готовить кадры По ускоренной программе, по короткой программе Готовить кадры И было бы, конечно, хорошо Вот мое мнение, что нужно Вот именно по инфекционным заболеваниям По реанимации, по пульмонологии По вирусологии, по эпидемиологии Надо готовить из числа выпускников Определенное количество Ну, хотя бы такую когорту По 30, я не знаю, по 40 специалистов Прямо по такой целевой программе И это не должно быть, вот как у нас принято Три года ординатуры Это вариант одногодичной интернатуры То есть сейчас в условиях пандемии Очень гибкая система подготовки кадров должна быть В противном случае мы можем оказаться в такой ситуации Когда все окажутся в обсервациях врачей Кто-то заболеет, а кто-то вообще откажется работать И тогда, и тогда, нет, нет Я думаю, что можно соблюсти определенный баланс То есть семейная медицина остается как приоритет Но я просто убежден в том, что нужно срочно готовить По короткой программе вот этих специалистов Потому что они должны составить основу кадрового потенциала Я недавно осмотрел статистику выпускников медицинских организаций Там в основном у нас идут стоматологи, кардиологи и другие специалисты На данный момент эпидемиологи, они востребованы вообще? Как вы считаете? Вот на сегодняшний день, да, я вот хочу тоже присоединиться к вам У нас идет очень большая проблема, кадровая проблема И этот вирус, да, то есть эта новая инфекция Она нам показала действительно, каких кадров у нас не хватает У нас реально, оказывается, недостаточно эпидемиологов Они вообще, да, на спрос, на весь золото Вот, поэтому нужно действительно повышать, наверное, потенциал И говорить, вот уже работать, наверное, да, с выпускниками Сейчас они вот все сдают экзамены и говорить, что они шли именно, выбирали вот эту профессию Но их же заинтересовать надо Им надо предложить, видимо, какие-то Бонусы или заклады Поддержку какую-то, бонусы нужны Без мотивации, да, реально никто не видит Я согласен с вами, что эпидемиологи на сегодняшний день Должны быть в числе номер один специалистов Это передовая, вот от вас зависит, от эпидемиологов Ну, многие, видите, даже вы клиницисты, если честно, забыли, то есть, кто стоит во главе То есть, всегда профилактика, она стояла на первом месте Всегда Про нас, эпидемиологов, вы, если честно, тоже забыли Сейчас, благодаря, если честно, этой инфекции Хоть вы уже знаете, кто такие эпидемиологи Что такое есть инфекционный контроль Наконец-то научились мыть руки, обрабатывать руки Гульджан Сардаровна, как вы думаете, наше население было готово к такой вот массовой пандемии? Она нет сегодня, да Какова была работа в укреплении здоровья, да, в профилактическом направлении? Те же самые правила, правильно мыть руки, не дотрагиваться до лица и другое Я так думаю, знаете, вот пандемия, этот вирус сейчас у нас находится уже два с половиной месяца Как бы, да, получается, мы работаем с этими больными И я думаю, и сейчас они не готовы, наше население Не то, что было готово Сейчас не готовы они И сейчас мы, три эксперта, вот, которым мы сейчас втроем работаем Иногда нам приходится не то, что лечение Мы психологическую атаку делаем на врачей, чтобы врачи им объясняли Потому что в регионах врачи плачут Они говорят, сами больные, население не понимает И они должны, прежде чем лечить, уговаривать, что они больные Поэтому, знаете, наше население абсолютно не готово Вот, знаете, мы начали немножко, наверное, задевать вопросы Что у нас, как таково, нет понятия общественного здравоохранения К сожалению, у нас есть элементы Это Республиканский центр укрепления здоровья Который, извините, ну маленький винтик И потенциал, которого не хватает Вы знаете, во всех развитых странах Есть страны, где нет вообще санитарной службы Но во всех таких вот, которые победили Относительно эту коронавирусную инфекцию Есть страны с сильным общественным здравоохранением Что такое сильное общественное здравоохранение? Сильное общественное здравоохранение Это организация, которая прослеживает пути распространения инфекции С одной стороны Обучает население на популяционном уровне Начиная с детского сада, школ всей страны И вот тогда они будут знать значимость пути заражения Значимость инфекции, что такое эпидемия Как себя уберечь Но если человек не имеет понятия Извините, мы... Сейчас, если нас попросить руки У нашей интеллигенции У нас 70% неправильно помоют руки Потому что никто ничего не учил Это говорит о том, что нам надо в первую очередь Это, знаете, котлован системы здравоохранения Это общественное здравоохранение, которое охватывает пути распространения инфекции Обучение населению здоровому образу жизни И обучает, как оберегать это здоровье Потом уже идет первичка Которая, извините, на индивидуальном уровне Они как эти солдаты передовой Они всегда на переднем Поэтому в стратегии о дальнейшем развитии системы здравоохранения Надо акцент делать на развитии общественного здравоохранения И не надо его придатком, чего-то, кого-то держать А должна быть мощная система здравоохранения И это, в первую очередь, надо об этом подумать И вот тогда там будут эпидемиологи сидеть Там будут сидеть вот эти наши зоживцы и так далее Плюс к тому, что у нас есть Но пока мы вот это не сделаем Мы ни с одной инфекцией не справимся Причем потому что нас нигде не учат быть здоровыми Ни в школе, ни дома папа, мама не учат Потому что они сами не обучены В школах нет урока здорового образа жизни Извините, даже нас, медиков, в институте не учили, как быть здоровым Вот, это трагедия Кто-то хочет еще добавить? Да, вот, вы знаете, я вспомнил вот свое детство, обычаи Зубы чистые в садиках Всегда, когда дома люди собирались, первым делом руки мыли И самый младший приносил, причем горячую воду Нельзя было холодную воду И так, наблюдая за нашими дедушками Я видел, как они тщательно руки моют Ведь их же никто не учил Это была традиция, которая из поколения в поколение передавалась Я думаю, это было, наверное, направлено Это тоже были элементы инфекционного контроля, мне кажется Дигиена личная И много таких Поэтому я думаю, что вот на уровне семьи Я полностью согласен с Юмджан Токтором Нужно уделять внимание именно культуре И вот сохранению здоровья внутри семьи Это вот родители, дети Вот это нужно прививать А для этого, я думаю, что средства массовой информации Должны полностью переключиться на эту тему Общественного здравоохранения Если вот посмотреть сейчас на наши средства массовой информации Кроме развлекательных, увеселительных Я хочу на следующий вопрос перейти Что очень много фейковой информации Вы, наверное, видели сами, что Люди зачастую говорят, мы Не верили Мы лежали 14 дней, не выпили ни одной таблетки Но нас выписали, сказали, что вот ты болел вначале А сейчас ты уже вылечился И как нам верить в то, что мы болели? Значит, мы пациентов госпитализируем в стационары Только в случае положительного результата на коронавирусную инфекцию И дальше мы смотрим его И если у пациента нет вообще симптомов Это называется бессимптомная форма, которая не подлежит лечению То есть в этом случае человек сам выздоравливает за счет своего иммунного ответа Поэтому они не получают лечение Почему они находились 14 дней в стационаре? Потому что он представляет опасность для окружающих Для членов своей семьи Поэтому мы его госпитализируем, как бы изолируем Выписываем где-то через 12-13-14 дней Только после отрицательных анализов То есть берутся двукратный анализ, опять-таки, ПЦР И в случае отрицательного результата мы его выписываем То есть он уже как бы не представляет Но после выписки мы рекомендуем 2 недели быть еще в домашней изоляции То есть продолжать соблюдать режим Условия, личную гигиену, носить маску Потому что есть данные такие, что вирус может еще продолжать выделяться То есть это только для защиты Важно было госпитализировать их То есть всех надо госпитализировать с подтвержденным диагнозом Вот бессимптомный, он поступает как бессимптомный Через несколько дней у него могут появиться симптомы Причем он может оттяжелеть очень быстро И дойти до такого критического состояния Это же и у нас такие больные были Во всем мире есть больные Поэтому еще причина, почему они должны находиться под наблюдением врачей Чтобы не упустить момент ухудшения состояния Момент, когда появятся симптомы И своевременно начать лечение Потому что вот многие тяжелые больные Которые поступили в больницы Они дома находились сначала Неделю, 10 дней У них не было симптомов Они были сохранны, дома находились Потом им становилось хуже И они все равно в больницу не шли И вот несколько было смертных случаев Когда их привезли в больницу Сразу в реанимацию И в тот же день они умирали Потому что до этого 2 недели, 3 недели они находились дома Потому что у них не было симптомов Почему важно, чтобы все госпитализировались? Вот тут надо подчеркнуть нашим зрителям То, что если симптомы отсутствуют Это не значит, что после положительной пробы, что он здоров Что ухудшение наступает в течение нескольких часов От нескольких часов до суток Вроде чувствовал хорошо Все сидел, разговаривал И он буквально через 2-3 часа Уже не может ни встать, ни говорить Терять сознание Об этом должны быть помнить И об этом нужно знать То есть наши люди должны знать Что на фоне относительного хорошего самочувствия Моментально наступает кризис Когда уже врач ничего не может сделать Вот этого не зная Они говорят Мы пролежали, ничего не делали Но это, слава богу, есть такая категория А есть такие, которые умерли Просто должны знать наши пациенты Наблюдение очень важно Вот вы знаете, в условиях пандемии сейчас Во всех алгоритмах Если температура появляется У человека температура повышается Он должен никуда не ходить Он должен звонить своему семейному врачу И обсудить с ним свое состояние здоровья Потому что температура Это уже как подозрение На коронавирусную инфекцию Вот в нынешних условиях Ну может быть еще, да Не только температура Может быть и симптомы Вот как обычной простуды Может быть там чихание, кашель У некоторых бывает и першение в горле То есть любые даже вот такие симптомы простуды Это тоже должно быть как бы С учетом того, что вы говорите 60% без симптомов проходит И ВОЗ говорит, и вы об этом говорите Как быть в таком случае? Я получается полностью пропущу Свои как бы признаки Ну это знаете В случаях как контактных Да, мы обследуем То есть если он знает Что был он с человеком Которого госпитализировали в больницу Ну с симптомами коронавирусной инфекции Его должны обследовать Как контактного Получается подытоживаю Мы должны Если мы с кем-то встретились Но потом услышали Что этот человек заболел Мы должны обязательно обратиться В Центр семейной медицины Можно добавить Вот мы говорили Температура По литературным данным Температура может возникнуть К концу первой недели После заражения Он может неделю уже быть больным А температура только к концу этой недели К начале второй может появиться Поэтому он уже считается больным Теперь вот По литературным данным В тех странах Вот потеря обоняния, вкуса Являлась первым признаком Для направления на анализ На ПЦР То есть не надо ждать Когда, извините, начнется кашель Если потеря обоняния Потеря вкуса Это тоже очень подозрительно Об этом наши жители тоже должны знать Это не надо ждать температуры Когда появится Если не ощущаешь скучность пищи Если не чувствуешь запахи Советуйся со своим семейным врачом И делай ПЦР-анализ Это тоже очень важно Но самое главное Это самоизоляция Продолжить вот эту Очень хорошую сейчас тему Поскольку вот сейчас Ослабили все наши Карантинные мероприятия Мы сейчас видим Что на самом деле Все расслабились И вот я не знаю Сейчас может быть Будет какой-то С нашей стороны Призыв к молодым людям Которые сейчас В общем-то В своем большинстве случаев Они могут переносить Бессимптомно Но вот я бы хотела Их попросить Чтобы они проявили Самосознание Заботу О более старших людях И то есть Носили маски Если требуется Обрабатывали руки Потому что это будет Забота о наших пожилых О родителях О бабушках Потому что для них Это очень большой риск Поэтому вот если бы Именно среди молодых людей Сейчас у нас Поднять самосознание Вот это уважение Вот это призвать Чтобы это Все-таки Мы бы смогли Сохранить наших Бабушек Дедушек Родителей Большое спасибо Я хочу вернуться Обратно к лечению Вот очень много В интернете Разных мнений И многие склоняются К тому Что на данный момент Нету ни лекарств От коронавируса Нету других каких-то Вакцин от коронавируса Так чем же лечат Наши медики Получается просто Они ничем не лечат Просто держат в изоляции И отпускают Вообще есть ли какие-то Клинические протокола Разработанные Конечно У нас в республике есть У нас первые две версии Уже давно утвержденные По ним мы работаем Сейчас у нас На этапе утверждения Третья версия То что нет Доказанных Эффективных лекарств Да Потому что это Все международное сообщество Об этом говорит Все сейчас страны В поисках Таких эффективных Лекарственных средств И поэтому На начальном этапе Все использовали Противовирусные препараты Ну Как пробные методы Это было все направлено На спасение пациентов Как это не лечим Если есть симптомы Если есть какие-то признаки Рентгенологические Лабораторные Конечно мы лечим То есть мы используем Препараты Да Вот по показаниям Которые необходимы По симптомам По симптомам По патогенетически Все это у нас используется Лечение Я так думаю Что лечение есть И что Наши пациенты лечатся Если бы Лечения не было бы И мы не лечили бы их У нас была бы летальность Очень большой процент За два с половиной месяца По всему миру Очень много гипотез Потому что Даже развитые страны Не могли понять Причина Что именно Поражает Что происходит Болезнь Не могли понять И гипотезы Мы тоже смотрели Каждые 10 Даже каждой недельной Было изменение Сейчас К концу Вот Скажем так Месяц тому назад Как бы Установилась Симптомы И характер Поведения Вирусимии И я так думаю Что мы уже Как бы На эту волну Мы зашли И сейчас Больные поступают И уже знаем Какая клиника идет По анализам И сразу принимаем меры И я так думаю Что мы Очень многих больных Спасли Я это могу Открыто заявить В начале Самые первые Когда начали Госпитализировать Первых пациентов С коронавирусной инфекцией Очень много было шумихи Про ИВЛ Аппараты Позже Начали Ученые мира Начали говорить Что не надо Наоборот Использовать это Как ситуация На сегодня Обстоят дела Ульяна Сардановна Сейчас у нас Ну ИВЛ Это три буквы Которые всех возбуждают И не знают Как И не могут понять До конца Знаете что Когда Меня Пригласили Сказали Вы будете Координатором Консультантом По тяжелым больным Я просто Даже не подумав Сказала Ну хорошо И все И вернулась домой На работу А когда Начали мы работать И мне было страшно Действительно Потому что Вы сами Знаете Искусственная Вентиляция Легких Аппаратов Это очень В нашем Крымстане Это большой Скажем так Вопрос И задача Большая И я говорила Своим Коллегам Если Искусственная И мы не нуждались И не было Вопроса Что АВЛ Аппаратов Нет Но мы Как-то Пошли Возможно Пульмонолог Вот Марат Талант Марат Бекович Оказался Таким Человек Ну Доктором Возможно Я говорила Все Надо его Переводить На искусственную Вентиляцию И он Прилагал Давайте Подождем Может быть Концентр Оксигенацию Еще литров Может быть Увеличим Другую методику Да Другую кислород Это Нет Даже не международную Мы изначально Начали Это можно даже Все анализировать Неинвазивная Вентиляция Легких Это называется Без интубации Без аппарата Только Оксигенация И мы Действительно Айнур Залбек Так начали Мы говорим Три Четыре Пять До этого Доходили И действительно Через несколько дней Больные Сатурацию Поднимали А как насчет Лечения Бессимптомных Пациентов Они находятся Просто под наблюдением На изоляции Под наблюдением Потому что Сегодня озвучили Что состояние Может ухудшиться То есть Они находясь Под наблюдением Если появятся Какие-то симптомы Естественно Там будут проходить Дополнительное Обследование И по показаниям Будет назначено Лечение Я просто хотел Да Потому что Знаете Были случаи Когда говорили Что 8 дней Дома лежали Дома лежал больной И все было хорошо Если он Заранее обратился Как бессимптомный Он бы лежал И он бы Под наблюдением Возможно Он не перешел Средне-тяжелой Больной А уже С дома Поступает Средне-тяжелой Если Вирус Сильный Идет Тогда уже Через день Через два дня Он уже Крайне тяжелый Он уже Кандидат На искусственную Венчатацию Легкий Сейчас Мы стали Понимать Что больные Поступая Мы сейчас Другие анализы Сразу берем Мы на противовирусной Терапии Вообще не обращаем Внимание Мы уже поняли На что нужно Обращать внимание Обращаясь на это Сразу подключаемся К лечению И я так думаю Больше процентов Сейчас пациентов Мы Вытаскиваем Скажем так Вылечиваем Если было бы Два Два с половиной Месяца Вот этот опыт Был бы Мы бы сразу Начинали бы Было бы Может быть Еще больше эффекта Ну я хочу сказать Как реаниматолог Который лечу Значит Участвую В лечении В тяжелом Крайне тяжелом Состоянии больных Да Я хочу призвать Народ Об этом думает Потому что Когда крайне тяжелое состояние Мы можем Не спасти Искусственно И допустим Медицинское сообщество Тоже хочу сказать Что Искусственная вентиляция Легких Это не самое главное Лечение Сейчас борьбой С этим коронавирусом Поэтому Пожалуйста Когда говорите Какие-то факты Нужно думать И потом Только после этого Говорить нужно Что ИВЛ Не самое главное Ковид-19 ИВЛ Не вылечивает В продолжении Высказания Бульжан Сардарова Я тоже хотела бы Во-первых Обратить внимание На то Что Я до этого Тоже сказала Призвать Молодежь Все-таки Повысить Свою ответственность Своё уважительное Отношение К К нашему Обществу Особенно К пожилым Людям И поэтому Их защита Будет заключаться Только в соблюдении Правил личной Гигиены Это носить Маски Где все требуются Обработка рук Не собираться Соблюдать Дистанцию Это очень важно И Можно Все-таки Пользуясь случаем Хотелось бы Поблагодарить Всех Медицинских Работников Немедицинских Работников Кто все Принимали участие Вот именно В борьбе С коронавирусной Инфекцией Пожелать всем Все-таки Здоровья Беречь себя И успехов Здоровье Это основное Богатство человека Ничего не нужно Если нет Здоровья И удержать Это здоровье Зависит От самого Человека Никакая Система Здравоохранения Никакой Профессор Академик Медик Не может Ему помочь Если человек Не стремится И приумножать Своё здоровье Укреплять здоровье И беречь А беречь Укреплять Мы уже все Оговорили Какие-то Пути Поэтому я призвала Наших Людей Наше население Что беречь Надо то Что ни за какие Деньги не купишь Во-первых И немножко Думать Думать не только О себе О своих личных Каких-то Интересах Но в целом О государстве Мы не такое Многочисленное Многочисленное Государство Для нас Семь Даже 20 человек Это очень Хороший Показатель В отличие От тех стран Где Миллиардами Живут Поэтому я призвала Берегите Друг друга И берегите Свою здоровье В первую очередь Сами В первую очередь